Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги Тавита в синодальном переводе для библейского портала экзегет. Ну вот, у нас авантюрный роман уже пошел. В пятой главе Тови, сын Тавита, отправляется в путь, чтобы взыскать долг с человеком по имени Гаваил, и неожиданно нанимает себя в охранники и спутники ангела, сам не знаю о том. А в общем, почему неожиданно? Потому что его отец Тавит молился об этом, потому что его отец Тавит выстроил свои отношения с Богом. И вот, собственно, эта книга в том числе про отцовское и материнское благословение, про то, как даже, может быть, не понимая этого, мы часто оказываемся под покровом высших сил именно по молитве по благословению наших родителей. А вот как все происходит? Вот они идут, да, и что у них по дороге? А путники вечером пришли к реке Тигру, одна из величайших рек Ближнего Востока, и остановились там на ночь. «Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. Тогда ангел сказал ему, возьми эту рыбу. Юноша схватил рыбу и вытащил на землю. Ничего себе рыба размером с него, видимо. И сказал ему ангел, разрежь рыбу, возьми сердце, печень и желчь, сбереги их. Юноша так и сделал, как сказал ему ангел. Рыбу же испекли и съели. И пошли дальше, и дошли до Экбатана». Экбатана – это город, где живет девушка Сару, у которой большие проблемы, но вот сейчас мы о них узнаем. Но еще никто из наших героев, Тавит и Тави, об этом не знает ничего. «И сказал юношу ангелу, брат Азария, к чему это печень и сердце и желчь из рыбы? Он отвечал, если кого мучает демон или злой дух, то сердцем и печенью должен курить перед таким мужчиной или женщиной, и боль уже не будет мучиться. А желчью помазать человека, который имеет бельма на глазах, и он исцелится. Да, доказательная медицина здесь, пожалуй, с нами поспорит с библейским текстом. И богословие с нами поспорит над этим текстом. Зачем же ангелу какие-то желчь, печень, что нельзя напрямую исцелить? Он ангел, он чудеса может творить. Странный текст. Но давайте не будем торопиться. Когда же приблизились к раге, куда они шли, ангел сказал юноше, «Брат, ныне мы переночуем у Рагуила, твоего родственника, у которого есть дочь по имени Сара. Я поговорю о ней, чтобы дали ее тебе в жену, ибо тебе предназначено наследство ее, так как ты один из рода ее девица, прекрасная и умная. Так послушайся мне, я поговорю с ее отцом, и когда мы возвратимся из рака, совершим брак. Я знаю Рагуила, он никак не даст ее мужу чужому, вопреки закону Моисеева, иначе повинен будет смерть, так как наследство следует получить тебе, а не другому кому». Однако, представим себе, вот отправились люди в деловую поездку, и один из участников этой поездки говорит другому, «Да, кстати, заодно ты тут и женишься. Я обо всем договорюсь. Ладно бы еще просто на ком-то, а ведь известная история. Тогда юноша сказала ангелу брата Азария, я слышал, что эту девицу отдавали семи мужам, но все они погибли в брачной комнате. А я один у отца, боюсь, как бы войдя к ней, не умереть подобно прежним. Ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающихся к ней. И потому я боюсь, как бы мне не умереть и не свести жизнь отца моего и матери моей печалью обо мне в гробах, а другого сына, который похоронил бы, их нет у них». То есть, вообще-то интересно получается, что Тови даже особенно не интересуется вопросом, насколько девушке ему подходит, но быть ее мужем оказывается смертельно опасно. И об этом уже все знают. Странная история. Ангел сказал ему, «Разве ты забыл слова, которые заповедовал тебе отец твой, чтобы ты взял жену из рода твоего?» А вот это ведь обычная проблема для людей, которые переселенцы живут далеко от дома. И вот здесь у нас они переселены после разрушения в конце VIII века Самарии ассирийцами, Северного всего царства ассирийцами. Соответственно, они в Российнии. И для того, чтобы сохранить свое единство, для того, чтобы сохранить веру, нужно отказаться от смешанных браков, нужно, чтобы брали жену именно из своего рода. И вот прекрасная возможность. Вот это еще одна семья, в которой хранят память о Боге, потому что очень многие уже в язычество так или иначе перешли. Это уникальная возможность. Смотрите, вот когда мы с вами обсуждаем какие-то брачные перспективы, кому на ком жениться, за кого замуж выходить, вот мы исходим из, кто кому понравился, любит, у кого характер хороший, да, там, подходит по возрасту, да, допустим, или как-то еще. Совершенно другие категории здесь. Вот есть представление о том, что все должно быть определенным образом, что нужно брать жену из своего народа. Вот и хорошая кандидатура, да. Нужно исполнить всякую правду, да. Нужно вот сделать так, чтобы было как удачно. Послушай же меня, брат, если дают быть твоей женой, а демони не беспокойся, в эту же ночь отдадут тебе ее в жены. Только, когда ты войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, вложи в нее сердце и печень рыбы и покури. И демон ощутит запаха удалиться и не взвратится никогда. Когда же тебе надобно будет приблизиться к ней, встаньте оба, взовите к милосердному Богу, и он спасет и помилует вас. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века, и ты спасешь ее, она пойдет с тобой, я знаю, что у тебя будут от нее дети. Выслушав это, то и полюбил ее. Он еще ее не видел, а уже полюбил, но по этому рассказу. И душа его крепко прилепилась к ней, и пришли они в Экбатаны. А зачем в этой всей истории рыба? Без нее же можно было обойтись. Можно сказать, что было занимательнее. Мне кажется, это все-таки такая литературная история. Вряд ли это описание событий, которые действительно произошли, потому что книга-то не каноническая, она не входит в состав строго библейских книг, хотя в Библии она присутствует. И чтобы было занимательнее, можно сказать, ангел мог бы сделать все сразу, но не было бы интриги, не было бы вот этой удивительной истории. А мне кажется, эта книга еще о том, что ход событий часто нам непонятен. Вот с нами происходит что-то странное. Прямо рыба чуть не сожрала юношу, а в результате он потом ее победил. И взял с собой части ее внутренности, вроде как бы не очень понимая, зачем, да? А потом пригодилась. То есть вот часто в жизни с нами происходят всякие разные удивительные события, мы не понимаем, для чего это нам потом пригодится, мы не понимаем, где и как это сработает. А вот будь немножко почутче к тому, что происходит вокруг тебя. Эта четкость, она поможет услышать какие-то советы, намеки, подсказки, да? Потому что среди нас ходят ангелы, говорит эта книга. Только не все их слушают. А слушают их в основном те, кто молится Богу и кто, соответственно, настроен на это, да? Кто настроен не на амурные приключения с красивой девушкой, не на выгодный брак с богатой наследницей, хотя в данном случае она и красивая, и богатая наследница, а кто настроен на исполнение закона и, соответственно, тогда какими-то очень странными иногда путями. Вот какая-то рыба дурацкая попалась, да? Зачем она была нужна? Но все равно это срабатывает, да? Вот не надо думать, что обязательно является легион ангелов, все расставляет по своим местам, но все происходит каким-то удивительным образом в конце ко благу. Вот об этом тоже книга Тавит. Субтитры создавал DimaTorzok